Всем привет, друзья! Сегодня 16 марта Сегодня Все приболели немного Все приболели Все лежат с температурами Но и тем не менее мы поехали в город У нас Сейчас заедем на Багра-парк У Курей закончилось зерно Потом заедем За сыном В сити-центр Он туда приедет Потом поедем К оптику Ой, гульки, очки готовы Потом Потом Ветеринар А, потом вот Сзади у нас Животное лежит Потом Ветеринар Ветеринар Нужно ей прививку сделать Первую Ей паспорт Короче, вот такие И планы у нас Хотели вчера выехать Что-то вчера Влом было куда-то выезжать В общем Наше общение прервал Телефонный слонат Вчера Влом было куда-то выезжать Мы хотели, конечно, выехать А потом Приложили Говорят, нет, никуда не поедем На то мы порешали И Честно скажу Вчера На ютуб вообще Ни разу не заходил Ни на ютуб Ни на творческую студию Никого не смотрел Никому ничего не писал Охота была только Лежать Валяться Сил никаких не было Сейчас Доедем До агропарка Там Поснимаю Немножко Сравним цены Какие у вас На зерна Ай Пофига Вон Яндекс такси Пролетел на красный Ты Стоплине Проехал А я Уж Назад Немножко Конечно Сейчас Моргать Ладно Давайте А что это? Что? Да Слепой Покажи Нет Уж Ну Так Просто Это Не та вещь Которая Ну Слепые Слепые Слепой Один Походу Либо сын Либо внук Да? Да Да нет Она Это взрослая Это Это Татюшка? Да Я думаю Загляделись На Татюшку Загляделись На Татюшку Загляделись На Татюшку Хода Можем заехать Загляделись На Гастрое Или В Леруа А еще Да В Леруа Но если Деньги Оставлю Потому Что В этом Месяце У нас Зарплата была Маловая А Расстраты Большие На следующий Месяц Да, уже так же будет. Что на следующий месяц? Ну вот за март. Если бы на больничном было. Ну и что? Зато затрат не будет таких. Я уже пару месяцев денег вообще не вижу. С вашими очками, вашими глазами. И? Зачем нам первое? Я хочу. За 300 рублей. Ну ладно. На кухне. Вот говорят, что это у нас семя. Тебе на то что-то не надо что-то? Вешалка, подставка какая-то. В общем, потом покажем. И у нас еще засорился унитаз. Нам приходил сантехник, слесарь, короче. Сантехник. И посоветовал нам. Прочистить наш унитаз. Да. Советовал нам прочистить. Шланг ветр резиновый. Либо же специально продают такой ветр. Ну, вот с такой насадкой. Вот так. Ну, короче, прочистилку унитазов. Да. Либо это трос такой, либо проволока. Вот этот. Он не сказал точно. Ну, в общем, такие штуки продаются. Вот. Посмотрим, если найдем. Она нам всегда нужна. У нас, я не знаю почему, в этой квартире и ванной засоряется, и на кухне очень-очень-очень-очень-очень засоряется. Очень часто все засоряется. Все-таки, а то есть, плохо же, по первому этаже. Приехали мы в Агро, где постоянно закупаемся. Катя, не мы тем же. Да, быстрее. Несушка за... Что это? Несушка. За равур. За дравур. 100 рублей на имя. А где? А где? А где? Тут там бекор, мы только что-ли. А, вот. Ящмей, сколько? Нет, тут там ящ... Мишок. А, пшеница есть? Да, закончилась. Ну сейчас, может, у других есть. Купили мы пшеницу. Литовая пшеница вот у этого мужичка. Вон ведра зеленые, синие, видите? Вот ведро он положил. Вот это одно ведро пшеницы продает он за 100 рублей. А так мешок. Сейчас останавливаюсь. Мешок 600 рублей, короче, и пшеница, и ячмень. Где я буду сейчас едить? Говорит, у нашего качала. Дорожит вся бедненькая. Дай-ка салфетку. Такую ерунду, он нам посоветовали. Но и йогурт нельзя мочить. Только в сухом виде. Даже петухи, говорит, несутся потом. Я петух нарисовал. Нет, то, что если вода попадет, то витамины все испаряются почему-то. Четыре в одно. Несется даже без петухов курица. Два грамма, короче, хватает. Одна курица, два грамма хватает. Масса 1,7, срок годности 9 месяцев. Зашли мы в оптику. Пока я искал место. Тут уже что-то Айдару сказали делать. Не знаю, походу, заново проверять будут у него глаза. Сказали, пока раздеться и одеть пахилы. После одноразовых, однодневных линз, наверное, будут смотреть глаза. Ну, сейчас узнаем. Он сейчас пойдет примерять новые линзы. Спектрус премиум. Через 15 минут там еще что-то надо будет, короче. Ему еще проверят. В итоге вот такие дела. Я себе обычные линзы взял в этот раз. Вот этой сложной пленкой это липидоч. Они не дают ей высыхать. Если там не хватает их, то она быстро испаряется. Вот эта водичка. Вот не стоит. Главное? Много можно амиды пропить курсом. Месяц. Главное? Ну, и вот массировать. Если будешь вот так, прям аккуратненько вот так все массировать, где-то 10-14 дней надо. Надо периодически повторять. Ладно, она размассирует, и она вот эти запускочки пройдет. Нужно у нас прийти размассировать. Не сегодня ни сестра это нет, которая у нас это не саша хорошо делает. Ну, как бы она такая ситуация очень приятная. Я могу сейчас у вас начну делать сам. Ладно? Прямо как-то после этого легче становится. Спасибо, до свидания. Зашли в Леруа. Вот здесь они. Вот. Да, вот же. А, вот же они. Ну, берите, ты знаешь, какой. Ну, я вот такой выберу. Они 327. Все есть? Да. А это что? А, это просто рейлинг метровый. А если собирать так? А? А если по отдельности? Нет, мы можем с тобой по отдельности. А эти не надо, нет? Что-нибудь? Ящик-то имеешь не так? Нет. Вот это уже. Палоко. Это для чего? Для приправы, чтобы так вот ставить. Вот они. Все, 30 рублей. Да. А вон для ножей. И для ложек вот этот такой. За кольцо зацепилось. Сюда ножи. Сюда ложки вилки. Чего надо? Вот этот. Ну, для приправы надо. Ну, для приправы надо, давай. Используется на эрогоне. Так интересно. Вы знаете, то, что для канализации меня отправили в отдел краски? Это сколько стоит? А это что такое? Это под кастрюлю. Горячую кастрюлю. Станчу? Ага. Я уж просто... Подставка для стол-приборов 177 рублей. А, нет, это не то, это вот это. А вот это, это честно, наверное, да? Да, я так не знаю. Да. В отделе красок отправили в отдел водоснабжения. У них оказывается только средство для прочистки канализационных труб. И сразу два возьмите. А нам нужен шнур. У них есть. А что, вода зеленая? Ну, это что, видно. А там что? Такое, песочно-каменный, да? Песок, каменный. Это... Уголь. Мы тоже хотим умем домой. Нашли мы этот шнур. Трехметровый. Девятимиллиметровый диаметр. А зачем туда, Табран, пошли? Девятимиллиметровый диаметр. Режим. Триста... Триста три рубля стоит. Остается крайний пункт назначения ветклиника. Об этом домой. Делаем импортную вакцину, она очень мягкая и маленькая собачка ее хорошо переносит, называется ВАНДАЙ. Через 2 недели будет ревакцинация этой же вакцины. Эти 2 недельки у вас будет карантин, вы собачку не моете, новых кормов никаких не вводите. Будет у вас карантинчик, вы не гуляете. Мы и так еще ни разу не выходили. Правильно, пока прививочек нету, нечем взяться. Коготочки подстрижены, да? Подстрижены, наверное, еще не надо, да? Чуть-чуть можно совсем. В тот раз стригли, прям до края вида стригли. Главное, приучайте сразу заранее стричь, чтобы она на будущем, когда вырастет, давала коготочек с трюксами. Сами все поясна. Брата, что трясуешь в силуэт? Нам паспорт надо будет еще. А корма – обязательный подарок. Не забудьте про карантин, новых кормов никаких не вводите. Ничего, чем кормили, тем кормили. Даже любые-нибудь вкусняшек пока откразываетесь. Приходите к собачке. Держи, я сама буду снимать. Ко мне поворачиваем спинкой. Вот так вот. Просто молодышку придерживаю. Здравствуйте. Все, молодец. Будет небольшая шишечка, вот вы здесь почувствуете. Постепенно она пойдет и рассосется. Это нормально. Тоже не трогайте. Держи. Да. Держи. Все, можете одеваться. Сейчас оформлю вам. Спасибо. Одевайтесь. Темно. Темно. Ты тебя трясешься уже совсем. Все. Все. Больно сделано. Даже не песно. Трястись. То есть это нормально. Какие-то вопросы есть у вас возникнут? Звоните. Место кома может почувствовать. Да, место кома может почувствовать. Кто-то не дает трогать. Редко, конечно, но бывает. Ваш паспорт, ваша первая меточка. Ваше домашнее задание. Дома приходите. Первая. Владелец. И про собачку все заполняется. Это ваше паспорт. Спасибо. Держи. Вот и все. А теперь поехали домой. На этом у нас все. Все. Всем пока-пока. 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 Пока-пока.